Всем привет! Энхел Кумру в традиционном обзоре рассказывает об игре российских хоккеистов в 11 матчах субботы, в которых они забили 15 голов и набрали 24 очка. Мы покажем их все. Главным героем дня стал Павел Бучневич в свой 26-й день рождения, оформивший первый хэт-трик в карьере. Нападающий Рейнджерс забросил две шайбы в первом периоде, а затем поставил точку в матче с Нью-Джерси в конце третьего, поразив пустые ворота. Бучневич стал первым игроком в истории Рейнджерс, забившим три гола в свой день рождения. 40 очками он занимает 29-е место среди лучших бомбардиров лиги. Ярко себя проявил Артемий Панарин, записавший на свой счет гол и три передачи. Нью-Йоркский Хлеб стал первым русским хоккеистом, набравшим в этом сезоне 50 очков. Также он вышел на второе место в лиге по средней результативности, обойдя Леона Драйзайтля. Эффективнее Панарина теперь только Конор Макдэвид. Игорь Шестеркин до 13-й минуты второго периода держал ворота на замке и продлил сухую серию до 152 минут и 37 секунд, ставшую самой длительной в истории клуба среди новичков за последние 90 лет. Потом Шестеркин пропустил три раза подряд, в том числе после хлесткого броска Егора Шаранговича. Но Рейнджерс выстояли и продолжают преследование Бостона в борьбе за четвертое место дивизиона. Александр Овечкин славно поработал в офисе, забив два гола в большинстве в матче с Филадельфией, доведя общий карьерный счет до 730 шайб и на расстояние одного точного броска, приблизившись к занимающему пятое место в истории Марселю Диону. С 24 голами в споре лучших снайперов этого чемпионата Александр Великий идет на третьей позиции, отставая только от Мико Рантелина, забившего 26 голов, и Остана Мэтьюза, в активе которого 32 шайбы. Классно сыграли и другие российские игроки столичных. Евгений Кузнецов не только ассистировал обоим голам Овечкина, но и забил шикарный гол сам, в 25-й раз в карьере набрав три очка за матч. А Дмитрий Орлов продлил результативную серию до четырех встреч на первой минуте второго периода, забив свой седьмой гол в сезоне. Приятно, что Дмитрий вновь стал играть результативно, а то после одного очка в первых 19 играх чемпионата мы за него беспокоились. Вратарь Вашингтона Илья Самсонов восстановился после легкой травмы и сделал 22 сейва в пятый раз подряд в этом сезоне, переиграв Филадельфию. В составе флайер с одним из голов отметился Иван Проворов. Ровно за секунду до конца первого периода он сравнял счет, забив свой седьмой гол в чемпионате. Он стал седьмым защитником в клубной истории, забросившим 50 шайб. Оттава впервые за два года сыграла на ноль, взяв верх над Монреалем. Артем Зуб и Никита Зайцев не только помогли Мэтту Мюррю оформить сухарь, но и результативно сыграли в атаке. Зуб вообще забил победный гол, классно подключившись к атаке и забив свой третий гол в сезоне. А Зайцев во второй раз поразил ворота соперников, причем снова броском через всю площадку. Никита Гусев набрал первые очко в составе Флориды в южном дерби против Тампы, сделав пас в большинстве на Александра Баркова. Вратарь-пантер Сергей Бобровский отразил 28 бросков и стал третьей звездой поединка, а его лучший сейв был совершен в концовке встречи, когда Брейден Пойнт едва не сравнял счет. Голкипер Лайтнинг Андрей Василевский был хорош, отразил 27 бросков, но потерпел первое домашнее поражение в сезоне после 14 подряд побед. Защитник «Молнии» Михаил Сергачев продлил результативную серию до четырех игр, сделав 24-ю передачу в сезоне. Кирилл Капризов поздравил Патрика Марло с 1767-м матчем в карьере, который позволил форварду «Шаркс» сравняться на первом месте в истории НХЛ с великим Горди Хоу. А перед этим Кирилл забил 17-й гол в сезоне и набрал 36-е очко, повторив рекорд Миннесоты по результативности среди новичков. Вот только 20 лет назад Мариану Габорику для этого потребовался 71 матч, на 28 больше, чем Капризову. Денис Гурьянов наконец-то раззабивался. Форвард Далласа отличился во второй игре подряд после 10-матчевой голевой засухи. 34-й номер «Старс» забил свой девятый гол в сезоне и второй победный, а также ассистировал в шайбе Джейми Бена. А единственный гол Коламбуса, который проиграл в шестой раз подряд, забил Владислав Гавриков, сыгравший как заправский центр-форвард. Гавриков отличился впервые с 23 января и по виртуальному телефону передал привет своей недавно родившейся дочке. Андрей Свечников впервые с начала февраля забил во второй игре подряд, в конце третьего периода поразив пустые ворота Нэшвилла. У 21-летнего форварда Каролины наступила долгожданная светлая полоса. Всего в 43 играх на его счету 31 очко. Также в субботу Сент-Луис с Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашовым проиграл важный матч главному конкуренту в сражении за плей-офф Аризоне. А Никита Задоров провел 400-й матч в НХЛ и помог Чикаго победить Детройт. Подробнее об игре российских хоккеистов читайте в текстовом обзоре на НХЛ Кумру. Если вы смотрите это на YouTube, ссылка в описании. Спасибо, что были с нами. Я Сергей Демидов. Увидимся! Продолжение следует...